С именем святого князя Александра Невского прочно ассоциируются события российской истории, именуемо Ледовым побоищем. А в Уральском городе Алапаевске могут сказать еще и о Гиревом побоище. Именно так назывался спортивный турнир, прошедший там накануне. Праздник спорта посвятили небесному покровителю нашего Отечества, святому благоверному великому князю Александру Невскому. Церемония открытия турнира состоялась в городском центральном спортивном комплексе и собрала не только спортсменов, но, как водится, и болельщиков. Мы хотим сделать, чтобы сегодня победила, естественно, как говорится, кружка и семейная традиция, которая очень часто здесь, как и Сарфин, когда мы здесь приходят в городу, вместе с мамой, с бабой, со всеми. Это просто, я не знаю, замечательно, прекрасно. В турнире растет количество занимающихся, количество сильных, крепких и здоровых ребят. Девчат, у нас с каждым годом увеличивается. И это наша главная цель. В продолжение торжественного открытия турнира президент российского клуба гиревого спорта с легкостью продемонстрировал 16-килограммовый переходящий кубок мирового гран-при. По итогам прошлого года он был уверенно завоеван клубом «Стим». Награду получил его руководитель Александр Шанин. Примечательно, что кубок лишь переместился из одного уральского города Нижнего Тагила в другой – Алапаевск. Александр Шанин предварил начало соревнований словом о национальном лидере и герое – святом князе Александре Невском, памяти которого посвящен турнир. Сегодняшний турнир хотелось бы, чтобы был посвящен таким чертам личности человека, как честь, добрость, совесть, благородство. Эти качества необходимы спортсмену. Эти качества необходимы спортсмену для того, чтобы оставаться человеком. Выигранным, проигранным, полученным травмам или останется здоровым. Всегда нужно во всем оставаться человеком. Александр Невский и его парни по всему прочему, а верующим, человеком, если дело, начало с молитвой. Премьеру святого наверняка последовали и многие атлеты, приступив к разминке и состязаниям. Солнце еще высоко, давай! Стоять! 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 Всероссийский турнир по гиревому спорту «Гиревое побоище» собрал десятки спортсменов из разных регионов страны. На соревнованиях выступил 71 атлет в различных дисциплинах, самой популярной из которых стала гиревая гонка. Здесь были не только могучие богатыри, но и хрупкие с виду девушки и совсем юные мальчишки. Юность и опытность, пышущее здоровье молодежь и любители, да пожилых лет пронесшая привязанность к спорту, здесь были все. И женщины показали себя. Мощь, сила, выносливость, дисциплина, здоровый образ жизни – все это присуще и прекрасным дамам. Всего было разыграно около 10 медалей в различных номинациях. По итогам турнира команда «Стим» завоевала первое место. Под приветственные клики болельщиков наградили и ветеранов тягания гирь. Спортсмены за 60 стали украшением и примером молодым на этом празднике спорта. Организаторы поблагодарили всех – и участников, и помощников за то, что турнир вышел на достойный уровень.